МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухиной. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ради удобства горожан. Администрация города и зареченские коммунальщики предложили предпринимателям сотрудничество в уборке снега на парковках возле торговых центров. На ваших многих объектах сложилась такая ситуация, что снег нагребили так, что там вокруг не проедешь. В том числе и наш муниципальный проезд, который мы обслуживаем. Усиленный контроль. Зареченские спасатели патрулируют городские пруды и предупреждают граждан. Прогулки по замерзшим водоемам смертельно опасны. В силу тех природных явлений, которые у нас происходят на водоеме, у нас образуются, как мы их называем, гуляющие майны, то есть такие незамержающие места на водоеме. Первая постановка 2019-го. Год театра в России. Зареченский тюз открывает премьеры первого в своей истории детектива. Там безумное количество пластов каких-то таких, которые где-то, может быть, некоторые из них мы только затронули, но еще даже там не до конца проработали. И теперь обо всем подробнее. Городская администрация и коммунальщики Заречного предложили предпринимателям вместе ликвидировать снежные завалы на парковках у торговых центров. Несогласованность действий приводит к тому, что прилегающие к некоторым магазинам территории становятся непроходимыми, а невывезенный снег перекрывает автомобильные проезды. Варианты решения проблемы в материале Натальи Елистратовой. Приехал в магазин за продуктами и застрял. Стоянки возле некоторых торговых центров Заречного стали недоступными для зареченцев. Горы снега и ледяная колея заставляют выбирать горожан магазина не по качеству и ассортименту товара, а по степени расчищенности парковок. В сложившейся ситуации муниципалитет готов пойти навстречу с зареченским предпринимателем и помочь с уборкой территории возле торговых центров. Вопросы взаимодействия коммунальных служб и бизнеса обсудили на совещании в городской администрации. С одной стороны, мы могли бы закрыть на это глаза, потому что ваша инфраструктура, в первую очередь парковочная, сказывается, на мой взгляд, напрямую с вашей покупательской привлекательностью ваших объектов. Я думаю, что вы это все прекрасно понимаете, но на практике не все это реагируют. Посмотрите, например, на Глобус. Своевременно очистили. И, например, Дубрава. Очень долго не чистится, подъехать невозможно, затруднительно, многие просто уезжают. И это могли быть ваши проблемы, но, к сожалению, у нас нет такого магазина или магазинов, которые могли бы вместить в себя всех и удовлетворить потребности всех. Расчистка территорий торговых центров – прямая обязанность предпринимателей. Но сейчас уборка проводится без согласования с городскими коммунальными службами. На совещании прозвучало предложение договориться о сотрудничестве и разработать эффективную схему уборки и вывоза снега. На ваших многих объектах сложилась такая ситуация, что снег нагребили так, что там вокруг не проедешь. В том числе и наш муниципальный проезд, который мы обслуживаем, мы затрудняемся их очистить, но просто не можем. Первое, что бы я хотел предложить, вот эти схемы актуализировать и по ним убирать снег. Это и вам будет лучше, и нам. Значит, второе, хочу сказать, что сейчас вывоз снега, вы некоторые осуществляете, осуществляете их на свалки, на наши, которые как бы предусмотрены постановлением главы для временного складенного снега. Никто вас оттуда гнать не будет, никакие деньги с вас никто брать в такой ситуации не будет. Приступить к расчистке парковок владельцам торговых центров рекомендовано как можно раньше, ведь за ненадлежащее содержание территории предусмотрен штраф. В случае не своевременной очистки вами в вашей территории будем направлять данные материалы в компетентные органы для того, чтобы на вас составляли протоколы. Тут уже это не то, что наше желание. У нас ежедневно, можно сказать, по линии УГЗ происходит, проходит информация, где кто упал, в том числе есть информация, когда люди падают на ступенях ваших учреждений. Это недопустимо. Но штраф – это крайняя мера. Коммунальные службы готовы прийти на помощь предпринимателям, если управляющие торговыми центрами пойдут навстречу и для начала хотя бы освободят заснеженные территории от припаркованных автомобилей на время уборки. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» утвержден график уборки снега с городских улиц. Он размещен на официальном сайте администрации, информационном портале «Городзетинфо» и в социальных сетях. Коммунальщики работают в усиленном режиме с 5 до 23 часов, а при сильных снегопадах – круглосуточно. В расчистке дорог задействованы два снегопогрузчика и шесть самосвалов. Но работники комбината благоустройства часто сталкиваются с проблемой, припаркованными вдоль проезжих частей машинами. Поэтому они обращаются к автовладельцам с просьбой не оставлять свои транспортные средства. 23 января – на улице Заречной, 24 на проспекте «30-летие Победы», 25 числа – на улице Светлой. Такой же существует график и по внутриквартовым территориям. Там нужно следить за размещением объявлений на подъездах многоквартирных домов, потому что вы видите, что на улице Озерской, как пример, была произведена очистка территории также на Заречной, 5, на Ленина, 72. То есть таких дворов, как пример, довольно-таки много. Но, как всегда, там, где стоят машины, происходит задержка очистки территории и получается срыв графика. Поэтому, в первую очередь, тут зависит очень многое от жителей. Если машины не будут во дворе, не будет вдоль дорог, ну, все одно и то же, то, конечно, очистка территории будет намного быстрее, намного эффективнее. В Заречном усилены меры безопасности на городских водоемах. Такое решение принято после гибели ребенка, провалившегося под лед Суры в Бессоновском районе. Сотрудники городского управления гражданской защиты постоянно патрулируют территорию прудов. Однако и горожанам стоит ответственно отнестись к собственной жизни и здоровью и не выходить на лед. И это может быть смертельно опасно. В Заречном усилен контроль за водоемами. Принято решение об увеличении количества рейдов, которые проводят сотрудники управления гражданской защиты в городских зонах отдыха. Это связано с недавней трагедией в Бессоновском районе, где ребенок погиб, провалившись под лед. По решению главы города, Олега Владимировича Климанова, проведение профилактических объездов водоемов города участилось. Если мы раньше ездили 2-3 раза в день, то сейчас выезжаем несколько раз, значительно большее количество раз выезжаем на водоемы. Кроме того, по окончанию уроков в школах мы организуем дежурство спасателей на водоеме зоны отдыха лесная, потому что в силу тех природных явлений, которые у нас происходят на водоеме, у нас образуются, как мы их называем, гуляющие майны, то есть такие незамержающие места на водоеме. Поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Заречного несколько раз в день контролирует толщину льда на городских водоемах. Кроме того, поверхность прудов проверяется на наличие промоин. Он слоистый. То есть там основной внизу, потом вода, потом опять лед. Вокруг таких слабых мест сотрудники УГЗ ставят ограждение. Но не всегда горожан останавливают ярко-красные таблички с предупреждением о том, что выход на лед запрещен. Об этом свидетельствуют дорожки, протоптанные на поверхности замерзшего водоема. А ведь на лесном пруду немало мест, которые представляют серьезную опасность. Если мы обратим внимание на водоем, то у нас три места сейчас огорожены. Там, где были майны, они как бы переходят с места на место. Чем объяснить, мы это не знаем. Но тем не менее, вот одна из них, она находится ближе к берегу, она действительно сейчас не замерзшая, даже при таком температурном режиме. Сотрудники Управления гражданской защиты обращаются к зареченцам с просьбой отказаться от прогулок по зимним водоемам. А родители должны обязательно предупредить ребенка об опасности нахождения на льду. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Сразу после выпуска новостей смотрите на нашем канале программу «Вопросы есть». Одна из тем передачи – изменение порядка прохождения диспансеризации. В этом году врачи поликлиники вновь будут проводить медосмотры горожан. Для удобства зареченцев внесены некоторые изменения в порядок прохождения обследования. Во-первых, анализ крови из-за вены теперь будет забираться в 334-м кабинете. То есть это отдельный кабинет, выделенный для забора крови лиц, которые проходят диспансеризацию. Второе изменение, которое у нас возникло, это то, что они могут обращаться в кабинет медицинской профилактики, вот к Павлу Венере Михайловне, который может провести диспансеризацию в полном объеме. И также, конечно, и к Данилу Галининсану. Подробнее о порядке прохождения диспансеризации, об эффективности результатов медицинских обследований заместитель начальника медико-санитарной части номер 59 Енина Никулина расскажет в программе «Вопросы есть». Кроме этого, в передаче специалисты предприятий и организации заречного напомнят об изменениях в налоговом законодательстве, в сроках приема заявлений на зачисление ребенка в первый класс и разъясняют, куда обращаться, если крышу вашего дома украсила гирлянда сосулек. Об этом сегодня в программе «Вопросы есть». Смотрите передачу сразу после выпуска новостей. Зареченцы поступили в школу проектов. В рамках корпоративного проекта «Школа Росатома» город Железногорск в шестой раз проводит образовательное мероприятие для талантливых детей из городов атомной отрасли. Полтора месяца более 900 школьников из разных уголков страны будут учиться определять проблему, ставить задачу, находить пути ее решения и добиваться конкретного результата. Дистанционный этап школы проектов уже стартовал. Участники получили первый из четырех видеоуроков и первое домашнее задание. Семь зареченских школьников приступили к обучению в школе проектов. Представители 221 и 222 школ и Дворца творчества детей и молодежи получили право участвовать в дистанционном этапе образовательного события. Школу проектов для талантливых детей из городов атомной отрасли уже в шестой раз организует Железногорская школа номер 95. Главная цель этого мероприятия в рамках проекта «Школа Росатома» дать школьникам навыки проектирования, научить их ставить задачу, определять способы ее решения, достигать результата и презентовать его. Знания и навыки школы проектов дают действительно очень масштабные, полезные, которые детям помогают развиваться и самореализовываться в жизни. Тем самым самоутверждаются дети и растут, растут, еще раз растут. С каждым годом, конечно, работы все более качественные и выступления ребят все более уверенные, подготовленные. Это здорово, что есть такая возможность у ребят не только научиться разрабатывать проект, его реализовывать, но и представлять публично, потому что это очень важное умение. Результат работы участников школы проектов – не теоретические рассуждения, а практические разработки, которые можно реально осуществить. Наша идея, которую мы в прошлом году с Никитой Астаевым представляли на финальном образовательном событии в городе Железногорске, она была связана с утилизацией пластиковых отходов. Она школой 95 города Железногорска тоже была использована. Ребята выложили в своей группе ВКонтакте фотографии, контейнер, который они разместили для сбора пластиковых бутылок у своей школы. Никита Астаев продолжит работу над экологической проблемой. Он вошел в число участников шестого сезона школы проектов. Еще две участницы, которых курирует Галина Трункина, выбрали тему профориентации. Они старшеклассницы, и им, конечно, уже эта тема более интересная – определиться со своей будущей профессией, как это можно сделать. То есть мы акцент будем делать на профориентацию, на профессии атомной отрасли. На участие в шестом сезоне школы проектов было подано 987 заявок. Это 1243 человека, так как допускается участие творческой группы в составе двух школьников. Первым испытанием для претендентов стало написание эссе «Зачем мне уметь проектировать?». Все работы оценили эксперты. 916 авторов, набравших наибольшее количество баллов, получили допуск на дистанционный этап школы проектов. После полутора месяцев обучения и одновременной работы над проектами жюри оценят созданные школьниками разработки. Авторы лучших будут приглашены на очный этап школы проектов в город Железногорск Красноярского края. 2019 год, год театра в России, Зареченский ТЮЗ открывает необычной премьерой. Впервые в истории театра юного зрителя на его сцене будет показан детектив. «Ревенс Крофт», что дословно означает «Вороний хутор», это история старинного английского семейства. Замкнутое пространство фамильной усадьбы, пять экзальтированных женщин и один полицейский инспектор. За процессом рождения нового спектакля наблюдала Ксения Тризна. Актеры театра юного зрителя репетируют пролог спектакля «Ревенс Крофт». На сцене они передают атмосферу старинного поместья с его тенями, непонятными шорохами, скрипами и страшными тайнами. В нее, как в омут, погружается главный герой пьесы, инспектор полиции Рафинг. Он расследует трагическую случайность и допрашивает обитательниц усадьбы. У каждой из этих женщин своя сложная история и собственные мотивы скрывать правду. Распутывая эту паутину, инспектор раскрывает перед зрителем и свою жизнь, анализирует и понимает самого себя. Смотря на другие жизни, мы смотримся в зеркало, пытаемся отвернуться от зеркала, а как этот дом зеркал. Везде, куда бы мы ни толкнулись, мы видим себя. И все у нас в этой жизни происходит через свою призму, через переоценку своих ценностей. Психологический детектив по пьесе американского драматурга Дона Нигра – очень сложный материал. Он требует от режиссера и актеров кропотливой и точной работы. Им нужно передать на сцене множество нюансов и смыслов. Там безумное количество пластов каких-то таких, которые где-то, может быть, некоторые из них мы только затронули, но еще даже там не до конца проработали. Работа такая, над которой хочется и работать, и работать, и работать, и работать. Участникам трупа пришлось проникать в хитросплетение и сложности авторского текста, прочувствовать особый стиль Дона Нигра. В итоге он начал входить и в их повседневную жизнь. Я и говорить начала этими сложными фразами, причем пытаясь общаться с внуком двухлетним. Я, значит, с ним таким образом разговариваю. «Могу я понимать, что ты?» и так далее, и тому подобное. Он внимательно меня смотрит и повторяет за мной вот эти сложные фразы. В самом начале репетиционного процесса режиссер спектакля Михаил Гаврилов решил провести своего рода психологический эксперимент. Вместе с актрисами он определил убийцу. Исполнителям роли инспектора Рафинга Андрею Кучишкину и Алексею Симакову нужно было провести собственное расследование и понять, кто виноват. Эксперимент длится и по сей день. Он в какой-то степени сохраняется. И это на пользу, и это действительно, ну, как бы, это сама природа именно взаимоотношений между главным действующим лицом, инспектором Рафингом, и женщинами, которых он допрашивает, и среди которых пытается найти правду. Чем закончатся эти поиски, зрители смогут увидеть совсем скоро. Премьера спектакля «Ревенскрофт» состоится 26 января в 18 часов. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Какие еще театральные премьеры ждут зареченцев в этом году, объявленном в России годом театра? Об этом мы расспросим заместителя директора театра юного зрителя Ольгу Тришкину. Встреча в студии сразу после рекламы. А пока немного о спорте. 15 медалей завоевали зареченские каратисты на областных соревнованиях. В состязаниях приняли участие более 150 юношей и девушек. Состоявшийся турнир стал одним из самых ответственных для сурских бойцов, поскольку по его итогам будет формироваться сборная региона для участия в окружном и российском первенствах. С побед начали Новый год зареченские каратисты. На первенстве Пензенской области по карате они завоевали 15 медалей различного достоинства. Хотелось бы отметить, во-первых, Степанову Тимофея, который у нас выступал в двух дисциплинах, это в кумите и в каты, и в обоих он занял первое место. Вместе с Тимофеем Степановым золотые медали региональных соревнований завоевали Егор Саранцев, Владислав Шагалин, Александр Николаев и Александр Рожков. На этот раз мне помогла удача, возможно, и немного техники. Я больше атаковал и поджимал. Тренировали силу удара, правильность его, и, в принципе, как он вообще делается. Узнавали новые удары, новые комбинации. Однако исход поединка не всегда решает техника. Нельзя забывать и о концентрации, бдительности и скорости. Об этом не понаслышке знает серебряный призер первенства Пензенской области Александр Василенко, чуть-чуть не дотянувший до победы. Я просто немного не успел, и на последних секундах он мне попал в живот, тем самым забрав два балла. На первенстве Пензенской области зареченцев завоевали шесть золотых, шесть серебряных и три бронзовых медалей. Несколько спортсменов получили путевки на следующий окружной этап состязаний. Это является соревнованием, вернее, отборочными на участие в первенстве федерального округа. И первые места, кто занял, они едут еще также на первенство России. Вот у нас 55, плюс 55 заняли наши ребята, первые места, они уже не прямые попадания на первенство России. На первенство Приволжского федерального округа отправятся шесть зареченцев. Эти соревнования пройдут в марте в Уфе. Первенство России состоится в конце апреля в Нальчике. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Год театра в России. Каким он станет для Зареченского театра юного зрителя? Об этом уже через несколько минут, сразу после рекламы. В Новый год во всем новом. Принеси свою старую шубу, куртку или дубленку и получи внушительную скидку на новую. Лале Антилоп. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия Росатома и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Росатома и оперативные репортажи. Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – Ваша защита и безопасность. Новости на канале «Заречный» продолжаются. У нас время встречи с гостями. Мы с удовольствием приветствуем в нашей студии заместителя директора Театра юного зрителя города Заречного Ольгу Тришкину. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Итак, Театр юного зрителя, коллектив Театра юного зрителя готовится сейчас к большому событию, к премьере. Давайте начнем нашу с вами беседу именно с этого. С удовольствием. 2019 год мы открываем премьерой спектакля, нашего нового спектакля по пьесе Дона Нигра. Называется «Спектакль весьма необычно» и не сразу, может быть, запомнит зритель название этого спектакля. Он называется «Ревенс Крофт». Это детектив. Детективов в нашем репертуаре не было. У нас были такие комедийные постановки, мелодрамы, драмы, а вот именно формата детективной истории у нас в репертуаре. Это будет первая постановка. Режиссер этого спектакля Михаил Гаврилов, известный нашему зареченскому зрителю, буквально месяц назад выпустил спектакль «Детскую сказку. Медведь, который не верил Деду Морозу». И вот сейчас первая премьера 2019 года. Это спектакль под его руководством «Ревенс Крофт». Вот уже сейчас можно сказать, что опыт обращения именно к детективу для театра, юного зрителя будет, во всяком случае, интересным и полезным. Вот сейчас уже складывается, это действительно детективно интересная история. Безусловно, безусловно. В сценарии, по сюжету происходит некое событие, которое тянет за собой другое, третье, пятое. Все как в настоящих детективах. Действие происходит в Англии в начале 20 века. То есть это такой, получается, классический детектив, детективная история. И тем более для нас, для артистов, это большой опыт и очень интересно сейчас получается. А сложно переключаться с ролей в детских спектаклях, с медведей, зайчиков и лисичек, на такую серьезную детективную историю? Этот вопрос надо адресовать артистам и режиссеру. Но я думаю, что, конечно, это очень интересно. Но не жалуются? Я не слышала. Я не слышала жалоб. Мы работаем над этим спектаклем, над этой постановкой уже достаточно долгое время. И вот сейчас, вот на этой неделе, 26 января, мы с ожиданием, с предвкушением новой работы в нашем театре. Ну, я думаю, что и зрители тоже в предвкушении новой работы театра юного зрителя. Тем более, что вот она, эта премьера, она знаковая не только потому, что это первый спектакль года, но это первый спектакль года театра в России. Да, вот что, чем, каким будет год театра в России для театра юного зрителя? Будет ли он как-то отличаться от всех прочих? Год театра в нашем театре будет таким же насыщенным, как был предыдущий год, когда нам исполнялось 25 лет. И сейчас планов у нас много. И только на окончание нашего театрального 26 сезона у нас запланировано несколько премьер. И премьера детектива Ревенскрофт, она открывает череду премьер нашего сезона. Конечно, мы очень рады, что все-таки год театра наконец-то настал, потому что об этом говорилось много, долго. И сейчас вот объявлен он театральным годом. Надеюсь, что он будет для нас очень успешным и удачным. А что касается новых постановок, новых премьер, до конца сезона мы планируем выпустить еще два спектакля. Один спектакль на труппу театра юного зрителя, и второй спектакль будет поставлен на, можно сказать, молодую труппу театральной студии «Орликин». Разные режиссеры, разные работы, разные люди, разный материал. И я думаю, будет интересно. Немножечко приоткроем тайну. Вот сейчас мы выпускаем наш детектив Ревенскрофт. Ревенскрофт. Следующая к нам приезжает Александр Куприянов, известный нашему зрителю и как актер, и как режиссер, и будет работать над новой постановкой. Ну, пока не буду говорить, хотя уже все мы в курсе, все знаем. Ну, постепенно будем открывать. Да, зрителю пока не будем. Зрителю пока, да, немножечко сохраним интригу. И в конце апреля у нас Наталья Кучишкина, руководитель театральной студии «Орликин», выпускает тоже масштабную работу. В ней занято порядка 25 наших студийцев. Ну, тут уже все как-то известно. Мы уже об этом несколько раз говорили. Мы будем ставить и выпускаем спектакль «Тим Таллер или проданный смех». Это только до конца нашего 26-го театрального сезона. А потом... Да, на 27-й уже есть творческие планы? Мы пока не будем о них говорить. Конечно, есть планы, есть планы в громадье. И сейчас активно мы работаем. Ну, хорошо, мы не будем говорить в подробностях, но мы можем сказать, что премьеры будут и для детей, и для взрослых в новом точке. Безусловно, так как у нас театр один в городе, поэтому у нас и для детей, и для взрослых, и для подростков. Ну, конечно, мы ориентируемся на семейный просмотр, поэтому... Планируете ли вы продолжать вот эту практику приглашения режиссеров? Да, мы и в этом направлении работаем. Пока сейчас сказать ничего определенного нельзя, но то, что мы работаем с нашими приглашенными, как с новыми режиссерами, может быть, там будем смотреть с знакомыми режиссерами, но такая практика, я думаю, у нас еще останется и продолжится, да. Потому что это интересно, это интересно и для трупа, это интересно и для города. Новый человек, новое видение, новая встряска, новый опыт. Ольга, и еще. Понятно, что зареченцы любят свой театр, любят в него ходить, любят его спектакли, но, тем не менее, как вы сказали правильно, некая встряска, вот некоторый новый опыт – это гастроли, да. Это так же, как и гастроли, скажем, нашего театра для него. Это определенный опыт, когда он выезжает, и это необходимо. Точно так же и для зареченцев интересно, когда к нам в театр приезжают ваши товарищи, ваши коллеги из других городов. Планируете ли вы продолжать такую вот практику? Да, да. И в рамках года театра сейчас ведутся переговоры, ведется такая работа над выездами наших спектаклей в города Пензенской области. То есть планируется такая некая гастрольная деятельность, гастрольный показ в городах Пензенской области. На уже 27-й театральный сезон у нас есть некие договоренности по гастрольной деятельности, потому что этот сезон, который закончится у нас в июне, настолько насыщенный. Там не воткнуться, наверное, уже никуда. Ни мы не можем никуда выехать, и к нам пока вот тоже как-то так не совсем, я думаю, получится. Но, тем не менее, поездки, гастроли, фестивали – это тоже все предполагается. И российского уровня фестиваля, я думаю, что у нас получится поучаствовать. Может быть, международного получится поучаствовать. Мы будем заявляться везде. А там плюс ко всему прочему в рамках года театра по Пензенской области будет проводиться очень много мероприятий. И там есть и фестивали, фестивали профессиональных коллективов. Я думаю, что получится нам там поучаствовать. И фестивали любительских коллективов в мае запланировано. Так что жизнь насыщенная, и она бурлит. Наверное, и тем более в год театра, наверное, особенно много будет всевозможных фестивалей, конкурсов и таких событий. Да, их уже много. Их всегда существовали. Мы планируем, конечно, мы хотим принять участие во многих фестивальных показах. И надеемся, что нам удастся. Вот уже точно, например, есть у нас фестиваль. Проводится он каждый год. Под эгидой, тоже в Пензенской области, под эгидой Министерства культуры. Золотая провинция. Вот им есть такая уже дата обозначена, когда мы будем показывать свой спектакль. Ольга, и еще год театра. Вы сказали, что вы долго ждали, когда же у нас объявят год театра. Какие ожидания и мечты вы связываете с этим событием? С тем, что целый год в стране под знаком театра проходит? Ну, хотелось бы верить, что к театральному творчеству, к театральному искусству, к театральной деятельности будет, может быть, какого-то... Не могу сказать, что сейчас было пониженное внимание, но сейчас... Конечно, нам хотелось бы, чтобы как можно больше людей... Ходило в театр, да? Ну, это ходило не только в год театра, чтобы больше внимания проблем театральным уделялось, потому что проблем много, вопросов много, и если часть хотя бы проблем будет озвучена и начнется какие-то подвижки решаться уже на уровне государства, то это будет просто отлично. То есть, вот, скажем так, со стороны зрителей, я так понимаю, вы все-таки не испытываете дефицита внимания, да? Но хотелось бы, чтобы вот и на уровне власти на вас больше внимания обращали. Я не имею в виду конкретный театр, а вообще, в принципе, на театр вообще как явление. Ну, вот в последнее время идет такая активная поддержка театра. Надеюсь, что она будет продолжена и в ближайшее время, в ближайшие годы. Ну, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы зритель приходил к нам, чтобы зритель чаще ходил в театр. И я надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы зритель не разочаровался в нашем театре. Ну, и последнее. Какого зрителя вы у себя ждете? Умного. Нашего. Родного нашего умного зрителя. Хотя у нас такой зритель и есть, и нам очень приятно, когда к нам в театр приходит такой грамотный, умный зритель. И мы ждем его вот в ближайшие практически выходные на премьеру нового спектакля. Спасибо вам огромное, Ольга. Я искренне желаю вам, всему вашему коллективу и, конечно, всему театральному сообществу, чтобы все надежды, которые вы связываете с объявленным в России годом театра, обязательно сбылись. Спасибо. У нас в гостях была заместитель директора театра юного зрителя Ольга Тришкина. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи на родном канале «Заречная» и почаще ходите в театр. «Заречная» и почаще ходите в театра «Заречная» и почаще ходите в театр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова